Здравия, друзья! Буду делать полезные энзимные напитки, в основе которой будет вот эта закваска. Называется Проэнзим. Также бугельные бутылки, 6 штук. Ну и, конечно же, фрукты. В общем, сейчас я подготовлю все, что необходимо. Вымыл бутылки, закрепил пробки, вымыл и очистил фрукты от косточек, нарезал на дольки. В общем, здесь у меня черешня, абрикос, банан, алыча. Также подготовил чистую талую воду, необходимое количество. Приобрел для этих целей натуральный мед в качестве подсластителя. Воронка, мерный стакан, ну и, конечно же, блендер. И сам напиток Проэнзим. Его я уже открыл. Нифига себе! Нормальный пшик такой. Чашка даже не пригодилась. Второй пшик. Закрываю. И такой аромат стоит. Итак, в общем, сейчас буду делать смузи. Загрузил фрукты в блендер. Он слишком густой, добавлю немного воды. Воду добавил, смешиваем. Все хорошенько смешалось. Добавляю натуральный мед. Также можно добавлять другие подсластители натуральные. Добавлю 3 чайные ложки. Самое главное не переборщить. Но это уже в процессе. Надо смотреть. Ну, и теперь по 100 мл буду наливать в каждую бутылку. В общем, 100 мл. Все, и так сейчас в каждую бутылку налью. В итоге вместе с основной бутылкой получилось 7. А то, что осталось, пока налью в банку, потом уберу на хранение. А далее наливаю смузи. Сладкий и вкусный. Тоже по 100 мл в каждую бутылку. Вначале в мерный стакан. Итак, смузи разлил. Далее наливаю талую воду. Исходя из рекомендаций, буду наливать вот до сюда, где начинается сгибаться. Чтобы впоследствии была возможность для газов и чтобы не переливался. Воду налил. Такая красота. Сейчас я их закрываю и убираю в темное, теплое место на 3 дня. Ну, а далее буду ждать и, исходя из инструкции, приспускать газы. Если их будет мало, то добавлю немного подсластителя. На второй день приготовления моих энзимов проверяю, как идет процесс. То есть нужно приспустить газы. Опыта у меня пока особо нет. Придавить. Есть. Ох, здесь вообще прям так. Четко. Закрываю. Следующее. Вон оно тут. Начинает идти процесс. Видно. В общем, все, что нужно, сделал. Процесс идет. Если бы газа были меньше или вообще бы не было, исходя из рекомендаций, нужно было добавить немного мед. Ну, а так как здесь нормально, сейчас уберу это обратно в темное, теплое место. И уже спустя 3 дня можно использовать во благо. Спустя 3 дня вновь проверяю, как идет процесс готовки энзимов. Вот эти 6 уже открыл, то есть газы выпустил. И сейчас сделаю вот эту седьмую. Аккуратно. Ох, какой хлопок. Видишь, поднимается. Оп, успел. Успел. Наконец-то я готов, чтобы опробовать напиток. Это будет мой первый раз. Из тех 7, которые я делал, взял одну бутылку. Так, пошли газы. Оп. Ага. Чуть-чуть пролилось. Вот так газы уходят. Не хочется испачкать свою маленькую комнату. О, ну вроде все отлично. В следующий раз попробую подержать в холодильнике на 5-6 часов и посмотреть, как будет. Ну, все зависит, опять же, от самого напитка. Пробую. Действительно вкусный. С газами, с кислинкой. Вообще мощно. Прям вот, особенно летом, прям освежает. Но самое главное, это оздоровительный эффект. Благодарю. Ага. Продолжение следует...